Это замечательно. Покажи, какая она пушистая. Видишь, какая? Хвост какой-лисы. Это хорошо. А вот у меня к вам вопросик тогда есть небольшой. То есть, а... Вы к кому больше всего относитесь? То есть, вы относитесь, как, ну, вы, получается, христиане? Мы, христиане, православные, проповедники, пришли в эту рулетку, чтобы возвестить людям волю Божию. Я читал, на самом деле. Ну, не хочу никого обидеть, но я могу вам честно сказать, я агностик. То есть, как бы, в этом плане меня переубедить не получится. То есть, вы же знаете, кто такие агностики, правильно? Ну, еще бы. Это те люди, которым уготован огонь вечно с сатаной вместе. Нет, это атеисты. Это одинаково. А их одинаково. Спасает Христос в церкви. А агностик, он никогда не был в церкви. Как вас зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барново, Тайский край, 81-й год. Вот, Игнатий Тихонович, смотрите, вот, то есть, допустим, я, как агностик, да, то есть, я не говорю то, что есть, и не говорю, что нет. То есть, мне на самом деле, типа, интересно это все, но во все вот в это, то есть, я, ну, не готов верить, прям так верить, верить, как вот иногда люди очень сильно верят. То есть, я не знаю почему, то есть, может, в силу возраста... Давайте, не тратьте время на одном месте крутить и пустое все. Верить или не верить, Иисус умер за грехи людей. На сегодняшний день 2 миллиарда 200 миллионов это знают. Умирали за это дело. А это я, агностик, да это в первом веке были, все, грех динуло, никогда нету. Это все наигранное. Когда у тебя беда, куда ты будешь просить? Кому? Какому Богу? Бог всемогущий, а человек немощный такой. Я этих агностиков, знаете, сколько я насмотрелся. Нужно же полагаться на себя, понимаете? То есть, нужно полагаться. На себя полагаться. А вы сейчас сидите здесь дома. Когда меня арестовали за слово Божие, вот поволокли по этапам в ГУЛАГе, там никто не поможет. И когда начались пытки надо мной, да в морозилке 13 дней-то, кроме Бога никто не поможет. И Бог все раскрыл. Вы мою биографию сначала узнаете, а потом будете это говорить. Понимаете? Господь позволил. Вы внезапно не уходите, только не закрывайте. Нет, нет, нет. А, Игнатий Тихович Лапкин, правильно? Да. Вы наш YouTube откройте. YouTube «Во свете Библии» называется. Угу, вижу, 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 вижу. «Во свете Библии». То, что мы делаем, это никому не понравится. Открыто говорить о том, что ведет в погибель. И как Христос умер, вызволяет оттуда. Мы проехали с Барнаула до Владивостока с миссией. Мне вышло 38 томов книг. Я решил подарить библиотекам мира. А потом дошли до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика и Север. И Турция. 650 остановок, городов было. И насмотрелись на всякое. Без Бога не до порогу. Вот, это абсолютно точно. Но, Игнатий Тихонович, вы же не уверяете, что всем нужно прямо верить? Так это написано. Кто будет веровать и креститься? Все не будут. Но, однако, мы должны вознесить всем, чтобы никто не говорил, что я не слышал. Много званых, много, но мало избранных. Ну, вот смотрите, я вот как человек, я же хороший человек, я вам нисколько не нагрубил. Другими никому не грублю. То есть, занимаюсь своей деятельностью какой-то. Типа, и как бы вам объяснить? То есть, допустим, если я даже не верю, стали бы вы ко мне относиться плохо? Да мне зачем относиться-то? Я могу только жалеть о вас. Написано, любите врагов, а вы мне не враг. Не враг. Но вы не знаете истину. Господь говорит, неверующий Бога представляет его лживым. Заодно это вы не ответите никогда. Бог сотворил мир, землю, наше внутреннее, внешнее, душу дал. А я его не признаю. А я, агностик, да ты умею или нет, парень? Что ты говоришь, когда ты умрешь, куда душа пойдет, по каким шрастрам этим? Ну, у меня больше всего идет, наверное, в плане того, что есть какая-то реинкарнация. Нету, нету. 9.28 в послании к евреям апостол Павел пишет, всем надлежит, всем, умереть однажды, запятая, а потом суд. Все. Все это сатана придумал, реинкарнации, таракана превратишься. Нет этого. И тем более люди обмирали. Вот есть такой фильм «Сбежавший из ада». Запишите себе, посмотрите, если не видели. Узнавали как. Она приходит, ее никто не знает, она врач, о котором операцию делают, ее не знают. Но она делает, журналистка это, врач, она там пятый этаж или сколько, больница. И она там выкладывает большие буквы и написано «Дикие утки, не гордитесь, скоро осень, вас постреляют». А там делают операцию, и человек умер. Никто из врачей не знает. И когда он оживился, клиническая смерть, и он говорит, я видел надписи на крыше. Вот весь ответ. И проверено не один, а два, две тысячи человек. Я хороший, в аду много хороших. Спасает кровь Христа. А мы-то я кровью Христа или нет? Спас он меня или нет? Вот я в Третьяковской галерее, там есть такая одна картина Иванова «Явление Христа народу». И там комната вся посвящена этому. Это Евангелие от Иоанна 1,29. Когда спускается, Иоанн Креститель крестит, а Иисус идет с холма. Он простирает руку. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Никакой другой человек этого не сделал. Ни в одной религии этого нет. Притом в Библии 300 с лишним пророчеств. Ни в Коране, нигде этого нет. Мы знаем, как дальше будет мир развиваться. Что с человеком? Мы знаем последний поворот земли какой будет. Это все написано в Библии, в апокалипсисе. Посланники фессалоникийцам. Я в 23 года получил в руки Библию. А до этого просто верил, как все. Мать сказала, нельзя дело с женщинами иметь. Нельзя пьяни расступать. Нельзя плясать там, курить, воровать. Материться я... Мне 81-й год, я еще матерка ни одного не сказал. Страх Божий. Видите как? Вот Иоанн Затаус, это самый плодовитый проповедник. Константинопольский патриарх. Ему говорят, вот ты проповедуешь, а вон твои пошли в пивлушку. Он говорит, я не говорю, что всех убедить сумею. Но вы-то не ушли. У верующего есть три причины быть добрым. Во-первых, страх наказания. Если я буду это делать, изменять жене, буду пьяниц и царствие Божие не наследует. Второе. Обещание награды. Господь скажет, напоили меня, накормили, одного из малых сих мне сделали. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. Несмотря на это, еще есть... Не так поступает. Что есть верующие, не так поступает. Затаус говорит, знаю. Но что неверующие, там агностики, поступают правильно, этого сказать не могу. У вас ничего нету? Нету? Ну, я даже не знаю. То есть, видите, я, наверное, в плане... В этом скажу вам другую вещь. То есть, как бы, типа, я больше доверяю, наверное, практической науке. Науке? Ну, что смеетесь-то? Мне 81 год. Науке. Я одновременно вел занятия в пяти университетах. Три радиопередачи. Одна онлайн и часовая. В тринадцати школах. Во всех отделах милиции и везде. И я могу сказать, что только с Богом это можно сделать. Невозможный человек. Сейчас вот, когда меня арестовали, МГБ, думали, здесь несколько отделов трудятся. Одного человека нашли. А сколько спали вы? Два с половиной часа. За что вас арестовали? То есть, за что вас арестовали? То есть, РПЦ все-таки любят? Ну, РПЦ. Я в первой стране перешел к изданию книг, насчитывает на пленку. Почти 50 книг. Они все на моем сайте. И кроме... Вот Библия. Библия. В ней 77 книг в переплете. Я насчитываю 12 томов Златоуста по 800 страниц. 12 томов Жития святых. 5 томов Добротолюбия. Высшая философия христианства. И 50 книг в общей сложности. И насчитываю архипелаг ГУЛАГ. Первый в стране. Первый. Недавно, ну, недавно, уже года полтора, наверное, появилась статья. Это 30 лет назад в журнале «Новый мир» появились первые главы архипелага ГУЛАГ. 30 лет назад. И тут же сразу опровержение. На 10 лет раньше православный проповедник из Барнаула, Лапкин Игнатий Тихонович, всю страну наполнил. Это 9 катушек по 375 метров. Каждая катушка 8-20. 8 часов 20 минут. Я ее насчитал. Я распространил, растиражировал. У меня тон студии была огромная. Меня этого не просили. Стихотворение Ленина задел. У меня 3467 стихотворений. По 9 куплетов каждый. Там 86 на песни положенные поют. Хорошо. А то есть вы как-то с этого зарабатываете? Нет. Ни копейки нигде. Нигде ничего нет. Преподавал в университетах. В школе. В милиции, в воинские части нигде ни одной копейки. А как же вы живете тогда? А так я живу. У меня большая пенсия. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. О, это большая пенсия? Конечно. Могли не дать. Нет, могли вообще в принципе не дать. Да, армия я работал прорабом в органах МВД, строго режимный лагерь. Меня взяли в армию. А когда вернулся, у меня 23 года. И я там впервые получил в руки Библию. А работаю на корабле. Говорят, какая-то беда. Какая беда? Отличное полное здоровье. Поступаю в высшее мореходное училище. На штурмана. Добиваюсь разрешения 3 года сдать за 1... 3 курса за 1 год. По выбору комиссии. Английский, немецкий или французский. С выходом за границу. И в это время мне в руки попадает Евангелие. Я искал это. Я уже вернулся на корабль вечером. Я совершенно другой был. Всю жизнь мою Бог перевернул. Господь Бог. Я его избрал. И 57 лет иду этим путем. Так. Игнать Тихонич. Две секунды. Подождите. Я водички себе наливаю, скажу и приведу. А то все пьют. Огонь гиенский пытается затушить. Пьют все. Абсолютно. Да. Я сейчас. Хлюпают и хлюпают. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты дал новое имя. Нас зовут христиане. Ну вот смотрите. У меня тогда к вам, знаете, какой вопрос? В этом плане. То есть, в этом плане у меня к вам вопрос очень простой. То есть, если вдруг вам понадобится помощь агностика. Ну, то есть, ни жить, ни быть. Вот так вот получилось, что вам нужна помощь. Никогда. Даже предполагать нельзя. Зачем мне мусором голову забивать? Нет. Я имею в виду, вот вы попали в беду. Допустим, упали в люк. Один. И тут иду я. Вы кричите, помогите. Помогите мне. Я вас достаю и говорю, я агностик. Что вы сделаете? Ну и что? Если ты желаешь спасти, спасай. Дело-то не в учении. Ты человек. А если я иду мимо, а агностиков пять попало туда, я их всех вытащу. Вот. Понимаете? То есть, как бы, типа, все равно доброта, она остается. То есть, неважно, человек верит или не верит. Можно в стул, можно в тарелку верить. Нет, нет. В тарелку никто не верит. Во-первых, никто не верит. И в стул никто не верит. Это вы играете. Почему люди не верят в Бога? Причина одна, чтобы не отвечать за то, что делает грех. Только за это. А ничего нету, ничего не будет. Поэтому, твори вы думай, пробуй, как Владимир Владимирович Маяковский говорил. Вот здесь вот пьют, едят, пьют и едят. Все почти. Да нет, у меня простое. Нет, не простое. Люди пытаются загасить гиенский огонь блуда. Вот я, допустим, мясо не ем. Я мясо в рот не беру. О, видите? Мы с вами чем-то похожи. Да. Ну, значит, мясо не ем. Значит, еще это... У нас алкоголя нет ни в каком виде. Ни табака, ни лжи, никакой нигде. Мы верующие христиане. У нас алкоголь не пью. Посты все соблюдаем. Посты... Иисус умер за нас и дает прощение. Происхождение его, знаете? Нет. А вы знаете что? В интернете два слова завези, это за собой оставьте. Интервью с дьяволом называется. Ролик такой. 12 минут. Интервью с дьяволом. Запишите. И даже не верится, что это артист. Это сатана. И он это говорит. Откуда он что? Как он на небе провел революцию? И как пал оттуда, превратился в сатану? Это ангел был самой высокого ранга. Херувим осеняющий. Люцифер. Вот. Посмотрите. И все говорят, что сатана, это значит плохо. Но в Библии сатана-то ведь ничего плохого не сделал. То есть там не написано, что он делал. То есть прямо там не написано? Понимаете? Иисус, да, я сейчас ничего не хочу сказать. То есть Иисус ходил. Значит, в принципе, грубо говоря, ходил. И из-за него люди то начинали умирать, то что-нибудь еще. То где-то там какие-то происходили плохие вещи. И он такой как бы, это все, ребята, это все сатана сделал. Это сатана. А не написано об этом? Что? Я вообще ничего не делал. То есть как бы... Ничего не делал. Ты не понимал, что происходит. Ты и делал, но тебя наущал на это сатана. Не сам по себе. Вот вы насыпили на себя все там эти наколки, гляжу, в нос. Это пирсеньки, вирсеньки и все. Это взрослый мужчина. Зачем вам это нужно? Уродство такое. Твой храм, вот это тело, храм Божий. Господь говорит, кто покарает его, кто наружу разрушит, я покараю. Господь говорит, это мой храм. Он сделал нас такими. Всякую глупость. Ну, без Бога это вы. Я гностик. А зачем это? Ну, то есть даже телка не делает. Ни один бык этого не делает. Это не нужно ничего. А среди своих, чтобы показаться, какой я крутой. Вот тоже рикша. Да даже, даже не среди своих показаться, какой я крутой. А то есть просто потому, что мне нравится так выглядеть. Нравится. Значит, что нравится? Исайя, 8 глава 20, 10, говорит, если не говорят, как слово мое, нет там света. Мне нравится. Так человек как раз такое создание, которое должно знать. Кто это нравится? Откуда пошло? А мне не нравится. Итак, что у нас будет? А мне нравится на красный свет ехать. А мне нравится. И начинают вот отсюда разные педофилы и все. Не нравится. А что Бог говорит? Совесть. А совесть говорит, это храм Божий. Я не могу его нигде разрушить. Бреетесь. Почему вы под женщину хотите быть похожи? Агностики все с бородами были. Смотрите. Сережки в моем носу не делают меня женщины. То есть они не делают меня боли. Безбородость делает вас. Безбородость. Эти все фентифлюшки. Безбородость я просто на работу сбриваю. Ну ладно. На работу. Ну мне 81 год. А я вас таких гавриков тысячи пропустил через свои руки. И вот сидит там мозги пудрит. Что ты городишь? Я захожу в камеру. 75 человек. Я только зашел. Там дым стоит, не видать. На каждую шконку кровать. По три человека. По переменам ложатся. Я зашел, перекрестился. Мир дома всему. Сразу тишина. Подходит вор в законе. Шестая ходка. Так, отец. А ты откуда? Я говорю, из Барнавола. А какая статья? Я говорю, 190 прим. Что, мент так грохнул? Я говорю, это 190 статья. Это прим. А как она звучит? Распространение заведомо ложных измышлений, порощащих общественный государственный строй Советского Союза. Вот это да. Это политическое. Сто процентно. И дальше начинаем говорить. И уже к вечеру вся камера и тюрьма знают. Я этапом иду остановился. Три человека не курят. У меня с собой новый завет. Полная мертвая тишина. Никто не закурит. Два часа. А ужин в шесть часов. Восемь. Я начинаю проповедовать. Два часа до отбоя. Открывается камера. Охранники стоят с двух этажей у двери. И я каждый день там. Будь я хоть семи педей во лбу, меня никто не будет слушать. Здесь замерло все. Я отвечаю на все вопросы, какие есть. Политика, экономика, социология, искусство, литература. Я сейчас буду рассказывать 300 поэтов России. Шесть часов беспрерывно буду рассказывать стихи. И это каждый день. Меня Бог ведет, как на крыльях. Приговор засчитали только прокурору. Ну вы поняли? Я говорю, понял. Два шага и на той стороне буду. Господь говорит, кого люблю, того наказываю. Он меня послал сюда. Следователь обратился. Принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Говорят, не сотня, а может тысячи преступников пришло в Богу. Стали на новый путь. А что? Христово слово. Я ни при чем совсем. Так вот видите. Вот у меня к вам тогда вопрос. То есть, кого люблю, того наказываю. Вы услышали сейчас? Не спешите. Вы дайте семенам прорасти. Не будьте как женщина. Та сразу ра-ра-ра и ничего нету. Я сказал слова вечной жизни. Евангелие от Иоанна. 14 глава 6 стих. Иисус сказал. Я этим путь, истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, а только через меня. Деяние апостолов 4 глава 12 стих. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа. Все замерло. В общем, мне ваша позиция понятна. То есть, я надеюсь, вам моя позиция тоже понятна. И если вдруг мы когда-нибудь с вами пересечемся в жизни, то есть я... Я вообще в принципе в сторону как бы типа христиан, ну и всех, кто верующих. То есть, не говорю ничего плохого. То есть, я никогда не пытаюсь влезть в полемику вот в этом, то что... А, ничего не существует. Ой, ребята, все, вы гоните, все дела. То есть, и если вдруг мы когда-нибудь с вами встретимся, то есть приезжайте к нам в Пермь, может тут захотите погулять. Вот. Если встретимся, надеюсь, вживую с вами пообщаемся. Вы запишите, Игнатий Лапкин. И в скайпе вы меня найдете. С этой фамилией я один. Я вам скину огромные материалы. Я нашел ваш ютуб-канал, если что. Ютуб-канал, нет, вы по скайпу, я слышу тебя, по скайпу общаться. По скайпу только зарядите, на меня выйдете. Я вам сразу скину государственные фильмы, которые нас снимали вот на таких бобинах, занявшие первое место на международном киноконкурсе, где там шесть профессоров ГИКа, епископы были, документальные фильмы. Второй фильм, по моей биографии, первое место в России занял. Нас называют «Искорка, возрождающаяся Россия». Кому вы нужны? Что вы можете сделать? У меня, я не теоретик, практик. Вот, Нургалиев, министр внутренних дел, говорит, что в стране три с половиной миллиона беспризорных. Я говорю, согласен. А что ты сделал? А что сделаешь-то? Я образую лагерь, по милости Божьей Бог дает. Лагерь трудовой. И 45 лет его бессменный начальник. Да еще три в новом формате. 48. Тысячи детей прошли. И ни копейки нигде. Я ни за что не получаю. И кто помогает, те ничего не получают. А теперь там образован, называется, комплекс-музей для бедных лагерей. В государстве можно многое изменить, если мы будем трудиться. Ну, нужен лидер. Лидер нужен. А у лидера должно быть шесть качеств. Знаете, какие? А, нет. Записывайте. Первое. Воображение. То есть, ты еще не переехал, не женился, а вот ты уже должен быть командиром. Воображение. Значит, что там за этим следует. Второе. Знание. Знание. Знание того, где ты находишься. В войне или в строительстве. Третье. Умение. Умение. Четвертое. Решимость. Пятое. Беспощадность. И шестое. Последнее качество. Самое трудное. Привлекательность. Это американцы выработали в войну, когда убили, допустим, майора. И не капитан повел в атаку, а сержант. Почему? И стали смотреть качество лидера. И вывели такое. И я на практике это увидел. Мне это Бог дал буквально с детских лет. Это Бог делает избрание свое. Сегодня все Путин виноват, Путин виноват. А мы где? Я всем говорю, у меня отец пришел с фронта, вот так руки у него до плеча. Вот такая культяпка была только. С матерью вместе полкласса не кончили. Десять ребятишек, пять мальчиков, пять девочек. И я ни разу, никто из наших не слышал, что про дети ругали власти. Бедность вопиющая. Ни одного больного нет. Я еще ни одной таблетки не съел. Вот это жизнь. Жизнь на пределе. Я все время сокращал и сокращал сон. Довел его до 2,5 часа. Чтобы успевать все сделать. Если работаю, на 2-3 работах. Выработка на производстве, строитель, 280-300%. Я 40 лет пещи делал. Это хорошо. В общем, Игнатий Тихонович, спасибо вам огромное за беседу. Мне было очень приятно с вами пообщаться. С умным, хорошим начинанием. Вы зайдите на наш канал, и вы увидите нашу беседу. Вам будет приятно посмотреть. Вы не ругались. Вы приятны. А, вы сейчас еще и стримите? Успеваете стримить? Да я не тороплюсь никуда. Но на нашем канале вы, ну видите, сколько там подписчиков? 43, наверное, уже? 42 тысячи. Ну и вот, и просмотров 42 миллиона. Угу. Ну и может быть сегодня или завтра днем этот ролик наш будет стоять. Без проблем, без проблем. Как зовут-то вас? Меня зовут Илья. Илья. Слушай, Илюша, а знаешь, как переводится имя твое? Ну, нет, не знаю. А вы знаете? Еврейское имя означает Бог-моя крепость. Вот тебе и агностик. Ты Илья. Бог-моя крепость. Это самый строгий пророк был. Бог-моя крепость. Вот и все. Ну вот, видите. Это очень иронично. Наша встреча не случайная, Илья. А если Михаил, она встречается никто, как Бог. То есть равного Богу нету. А вот вы не задумывались о том, что Михаил Горбачев, его фамилия была правительски Богом назначена? Нет. В наших камерах, я когда сидел, один из наших был преподаватель стою грузовых космонавтов, Лозин Анатолий Максимович, и второй главный директор, который за паровоза шел. Нас называли камерой академиков. И он мне это разъяснил, я поверил так вот. Вы живете, соседи знаете своих? Я, да. Вот, допустим, я Лапкин. И теперь я смотрю, с одной стороны, Агапкин живет там, Л, А, А, П, Петров, К, дальше Константинов, И, там еще как-то, и разные, чтобы возле меня жили люди, и один за другим так по улице шли. В мою фамилию их первоначальные буквы были. Я говорю, и что? Пишите, Горбачев. Ну, я написал, крупно напишите. Вот смотрите, Брежнев, Б, Гор, там объяснение другое. Б, след за ним идет Андропов, Б, А, след за ним Черненко, Щ, и четвертый идет Ельцин, Е. В одной фамилии, друг за другом, как они пришли к власти. Это не придумаешь даже. Я понял, это правительская, это знаковая фигура была. Если не знаете, я вам скажу. Первый царь в России из династии Романовых, Михаил. 1612 год. Михаил. Дальше. Михаил созидал государство. Царь Николай отрекается в пользу брата Михаила 2 марта 17-го года. Михаил разрушает. И завершение разрушения Горбачева Михаил. Везде триада. Крестит Владимир. Владимир, Монома, который крестил. Равноапостольный, как считает его. Дальше. Раскрещивает Владимир Ульянов. И последний к антихристу приведет тоже Владимир. Один по духовной сфере, а другой по мирской. Трижды. Ну, вот как я даже пока, вот я сейчас буду переваривать. Ну так, Илья, все, давай расставаться будем. Я благодарю Бога, что мы с вами встретились. Я хочу пожелать вам хорошего настроения. И чтоб все у вас было хорошо. Я желаю вам уверовать во Христа, служить Ему и быть в раю. Спасибо. Богу слава. И домашним вашим поклон всем. Приходите по скайпу, у меня найдете. Хорошо. С Богом. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok